Пропавшего ребенка нашли вологодские сотрудники полиции. Ночью в МВД обратился 30-летний мужчина, который сообщил, что его 8-летний сын не вернулся из школы. На поиски ориентировался личный состав ведомства. На следующий день около 12 часов дня его нашли. Второклассник шел по окружному шоссе в направлении микрорайона ГПЗ-23. В отделе полиции мальчик рассказал оперативникам и папе, что загулялся по улицам города до позднего вечера и провел ночь в одном из подъездов. Сотрудники полиции напоминают, что в случае пропажи ребенка или другого родственника нельзя медлить. Каким бы ни были обстоятельства исчезновения, любой сотрудник полиции обязан сразу же принять заявление. В Вологде сотрудники полиции задержали пьяного мужчину на угнанном автомобиле. В ходе патрулирования улицы Ярославской полицейские обратили внимание на автомобиль Ауди А80, который двигался с выключенными фарами. Полицейские его остановили. У водителя имелись явные признаки опьянения. Результаты алкотестера показали наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Выяснилось, что документов на автомобиль при себе у мужчины не было, а при проверке по базам данных было установлено, что собственник автомобиля 30-летний волокжанин. Также полицейские установили, что злоумышленник не имеет права управления транспортом и повторно сел за руль пьяным. Во время беседы с оперативниками 24-летний ранее судимый подозреваемый пояснил, что отдыхал на даче у знакомого, распивал алкогольные напитки. В какой-то момент спиртное закончилось, и автовладелец уснул, не закрыв машину. Он завел Ауди с помощью отвертки и поехал в город за добавкой спиртного. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела за повторную езду в нетрязвом состоянии и угон. Подозрительный предмет обследовали взрывотехники Вологодского ОМОНа. Как сообщает Росгвардия, поступила информация, что в Вологде за гаражами на улице Красноармейской при проведении работы обнаружен предмет, внешне похожий на мину. Специалисты взрывотехники осмотрели предмет, установили, что это учебная противотанковая мина без взрывателей и взрывчатых веществ. Опасности не представляет. Находку передали сотрудникам полиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова